приветствую вас дорогой зритель вот и мы продолжаем недавно наверное видео назад примерно я выпустил видео с диагностикой данного macbook pro 13 a 1502 или 2015 года вот где мы диагностировали что подключив другой дисплей компьютер нормально стабильно работает и изображение появляется и постоянно не гаснет вот мы решили на эксперимент заменить новый шлейф с петлей который идет и возможно проблема уйдет и дисплей будет стабильно работать в общем еще раз напомню какая ситуация если включаем компьютер у нас получается он включается до какого-то времени идет загрузка после чего она пропадает где-то примерно на середине вот то есть яблоко сейчас вам до середины даст примерно до сюда дойдет и изображение теряется то есть она может снова появиться моргнуть и снова исчезнуть вот примерно так вот сейчас видите нет изображений но если подключить шлейф дисплея вот изображение видите сейчас появилась пропал если подключить шлейф дисплея внешнего монитора лет синема дисплей от apple то картинка сразу появляется и уже стабильно то есть никуда не пропадает то же самое на других операционных системах в общем не суть вот давайте попробуем заменить шлейф и возможно проблема уйдет если отсоединить внешний монитор синема дисплей либо thunderbolt то изображение моргает и пропадает вот смотрите и больше не появляется итак приступаем к разбору также берем отвертку пинталоп 1 и 2 миллиметра выкручиваем винты нижней крышки снимаем нижнюю крышку отстегиваем шлейф батареи снимаем резиновые заглушки дисплея так чтобы скотч внутри остался желательно по возможности вот этот вот скотч чтобы внутри оставался берем отвертку т5 и выкручиваем алюминиевые заглушки с обеих сторон и с этой стороны то же самое пинцетом можно поддевать извлекать в сторону потом отстегиваем шлейф дисплея можно и сразу там с этой стороны отстегиваем антенные кабели поддевая их пинцетом за саму железную фишку так вот здесь также пинцетом мы отстегиваем шлейф камеры встроенный приподнимаем резинку и отклеиваем шлейф вот далее берем т9 отвертку и срываем винты то есть получается вот эти сразу мы можем выкручивать на месте а по одному посередине оставить то же самое делаем и здесь здесь тоже сорвем ослабим далее нам надо будет открыть компьютер и дисплеем вниз на край стола установить в таком положении чтоб он был внизу теперь приподнимаем чуть-чуть на себя дисплей и удерживаем выкручиваем остальные винты которые у нас остались и приподнимаем его просто кверху вот так все дисплей у нас отстегнут далее переходим дисплеем вот смотрите у нас тут где перегородка идет пластиковая есть имеются заглушки вот с обоих сторон надо будет дисплей если вот видите эти шлейфы значит заглушку надо двигать именно в эту сторону сейчас покажу так и верну камеру сдвигаем чуть-чуть насколько это можно извлекаем первую заглушку с левой стороны пинцетом вот она отщелкнулась сейчас фокусируем вот так она выглядит и во второй стороне тоже самое надо будет ее извлечь это вот все мелкие такие нюансы то есть теперь мы сдвигаем в сторону неудобно так чтобы он на камеру это показать либо можем сразу вот так чуть-чуть приподнять если есть возможность с этой стороны перегородка она должна извлечься видите отщелкнуться вот она вторая все она отщелкнулась далее переходим уже к извлечению петли со шлейфом давайте сразу пометим нерабочий шлейф возьму-ка я просто вот так налеплю чтобы знать что это у нас неисправно вот он у нас через петлю проходит вот здесь он у нас только проводящим скотчем проклеен то есть надо будет искать снизу вот с этой части где зацепиться то есть аккуратно отклеить этот тряпичный токопроводящий скотч не знаю как правильно он называется если вы знаете напишите в комментариях буду рад то есть мы его приподнимаем плохо поддается еще раз так нужна вторая рука вторая рука у меня держит камеру так он тут отсвечивает вот он этот шлейфик просто мы его отклеиваем и все готово вот далее отверткой то же самое что выкручивали основные петли дисплея чуть-чуть на себя вытягиваем шлейф и выкручиваем винты петли 2 хорошо тут петли не разболтаны в сторону винтики чтоб не потерять вот далее нам надо будет выкрутить антенну сам имейте ввиду винтики здесь отличаются то есть они по длине запоминаем что откуда выкрутили так вот раз два тоже рядом он уже вот второй винт он уже будет у нас покороче так 3 у нас также короткий в таком положении как выкручиваете в таком же положении нужно будет закрутить и обратно отводим антенные кабели в сторону чтобы получить доступ к винтику так удерживаем пальцем и выкручиваем готова теперь берем и приподнимаем к верху вот эту часть она должна быть отщелкиваться тут видите как опасно прям вот вот эти части они под шлейфами идут вот эти железки антенны убираем сторону вот плата нашей матрицы отстегиваем наш неисправный шлейф хотя визуально он как бы исправный но только вот в этой части он сильно потёрте сторону и уже пристегиваем новый и защелкиваем фиксатор возвращаем антенну в такое положение как было до раскрутки она должна защелкнуться вот зафиксировалась показываем как это выглядит то есть которые по три идут они должны с внутренней части быть во внутреннюю часть матрицы уходить все теперь закручиваем винтики ну а теперь в обратном порядке собираем дисплей прикручиваем винты в таком положении как они были когда мы выкручивали одеваем перегородку устанавливаем обе заглушки справа и слева и собираем дисплей корпус для проверки мы просто прикрутим дисплей прихватим по одному винту то есть заглушки не будем пока устанавливать нам проверить работает или нет также на край стола мы кладем наш макбук клавиатуры к низу берем дисплей вдеваем его аккуратно не спеша таким вот образом и фиксируем по одному винту справа и слева для проверки приподнимаем крышечку если всего каста вы оставим так как есть докрутим винты и соберем уже там дисплей можно всегда поменять починить не всегда получается готова давайте все так же подключим сейчас немножко выровняю потому что он как-то как-то так вот спозиционируем зафиксируем вот подцепим шлейф дисплея и защелкнем фиксатор сразу его снутри просуним подключен камеру ну чтоб он не болтался а эти антенны и кабели пока не будем подключать то есть нам нужно проверить как он будет работать подключен батарею откроем крышку нажмем кнопку включить ну вот торжественный момент но где картинка все их проблема в самой матрице так и нет изображению то есть я подключу шлейф внешнего дисплея картинка появится также на новом шлейфе то есть замена шлейфа нам не поможет подключаю и картинка только если подключить внешне так отключаем посмотрим картинка останется нет картинка сразу пропадает вот ну в этом случае уже только замена матрицы возвращаю обратно родной шлейф замена шлейфа положительного результата не дало вернула обратно родной шлейф новый шлейф ждет своего нового компьютера то же самое получается только подсветка работает изображение нет стоит только подключить внешний дисплей изображение появляется что хотели сделать как можно бюджетно отремонтировать но не получилось на этом все если вам понравилось это видео ставьте лайки если у вас есть вопросы пожалуйста пишите в комментарии ватсап telegram писать нет смысла потому что отвечу только в комментариях на видео оставлять их свои комментарии под каждом видео оставляйте